Стит, я слышала забавную шутку. Мне жаль, но я спешу. Это ненадолго, это про того самого викария. Ну так вот. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Барин, и сегодня мы продолжаем смотреть мою коллекцию игр для PlayStation 2. По старой доброй традиции, сложившейся еще с прошлого видео, я, соответственно, показываю какие-то другие новинки, которые у меня появились перед, скажем так, показом своей коллекции. И вот первая такая новинка, это, соответственно, кукла принцессы Ариэль. Она именно с ногами, с туфлями. Не то, чтобы я там очень сильно любил мультфильм «Русалочка» 1989 года от студии имени Лолта Диснея. Но вот тем не менее мультсериал про нее я, честно говоря, в детстве смотрел с большим удовольствием, да и даже сейчас бывает иногда по Диснею пересматривать, точнее каналу Дисней. Так что в коллекции такая штука лишней, в принципе, не будет, как я считаю. Дети мои, это было уже слишком рискованно, слишком... Ох, она шалава, оказывается... Значит, второе, соответственно, обновление. Это, наконец-то, у меня появился вот такой раритет. Книжка про Зену, ну... У нас она в России издавалась в 2001 году. А, честно говоря, сама книга это еще 1996 года. И это как раз-таки у нас получается «Пустой трон Одиссея» от некой Рю Эмерсон. Да, вот так зовут эту писательницу. Она написала шесть книг про Зену, четыре из них издавалась, соответственно, на русском языке. И могу сказать, что книжка, на самом деле, достаточно написана добротно с точки зрения приключенческого романа. Значит, в принципе, упоминаются некоторые эпизоды первого сезона. Но для, как бы, скажем так, погружения в нее достаточно лишь базовых знаний о самом сериале. Вот. Единственное, что, конечно, книжка не канон, поскольку в втором сезоне была такая серия под названием «Одиссей», которая, так скажем, события вот этой книги просто перечеркивает. Вот. Но я, поскольку вот не являюсь все-таки таким вот фанатом этого сериала, вот с удовольствием эту книжку прочел. То есть она, да, действительно написана хорошо. И, прочитав уже три книжки автора, могу сказать, что это, в принципе, самая лучшая была из них. И такое следующее пополнение. Это у меня комиксы по зловещим мертвецам. То есть, соответственно, это получается «Эш против зловещих мертвецов». Вот такой вот комикс, вышедший на русском языке. Значит, как бы, на самом деле, по зловещим мертвецам куча различных комиксов было на полном серьезе. При том, отталкивающихся от, скажем так, концовки театральной версии или концовки режиссерской версии. Я скажу честно, я просто проспал в 18 часов в полете. До этого, понимаешь, значит, я столько не спал. А службу безопасности не пустила тех людей, которые, так сказать, должны меня были разбудить. Я, конечно, разберусь и врежу как следует. Ну вот, в данном случае, конкретно этот комикс отталкивается от концовки именно театральной версии. То есть, у нас Эша за то, что он убил покупательницу, увольняют с работы, несмотря на то, что она была дедайтом. А потом, позже выясняется, что вот та тетя, которая же стрелил, была сотрудницей школьной библиотеки. Я сожру твою душу! Рискни здоровьем! И, соответственно, директриса школы, где вот эта библиотека хорошо работала, нанимает Эша как специалиста под всей вот этой мертвечине в школу как учителя истории, то есть моего коллегу. Ну, в принципе, комикс такой забавный, то есть всем поклонникам зловещих мертвецов могу смело его рекомендовать. И, соответственно, на сегодня вот такой последний комикс, это как раз-таки у нас получается Эш и Зены против зловещих мертвецов на веки вечной и еще Денек. Значит, тут просто в чем парадокс, то есть это единственный кроссовер вообще, который был с участием Зены, насколько я знаю. Вот, потому что, на самом деле, вот зловещими мертвецами Эшем, кроссоверов-то на самом деле было куча. Вот, и самое, что интересно, то есть было уже три сюжетных арки, то есть это вот уже третья. Вот, потому что, насколько я помню, там была первая Эш и Зена против зловещих мертвецов, точнее, против армии тьмы, по-моему, так она называлась. Но я в любом случае обложку ее поставлю где-нибудь сбоку. И, то есть, с предпочтением этого комикса, хотя здесь более или менее все объясняется, но вот лучше почитать самый первый, где просто показывалось, как Эш и Зена познакомились. Вследствие чего. Вот. Так, в принципе, могу сказать, что из всего вот этого кроссовера он такой по-хорошему дурацкий, но именно по-хорошему. Вот, треть самый интересный, на самом деле. Вот. Ну и, собственно, на этом все, дорогие друзья. Переходим непосредственно к моей коллекции. Ну и, соответственно, начну я, наверное, с того, что я и так уже показывал. И, значит, трилогия «Принц Перси», то есть трилогия «Песков времени», которую мне прислал подписчик, пожелавший остаться анонимным. Значит, я ожидал, что это будет картонный бокс, в котором будет просто три диска с надписями для продажи, но вот это именно пластиковый бокс, вот все диски, можно видеть, здесь у нас расположены. И я ожидал сначала, что здесь будет общий мануал, вот как, например, в подобных изданиях на PlayStation 1. То есть, если мы посмотрим, например, вот это издание, то есть C12 Final Resistance и Medieval от Cambridge Studios, у них общий мануал. Вот у нас начинается C12. То есть, со всеми описаниями, а потом вот как раз-таки описание уже вот Medieval идёт. Ну, вот здесь, скажем так, в каждой игре сделали свой вот отдельный мануал, то есть они вот, получается, все отдельными мануалами сделаны. Если мы их перевернём, то увидим, соответственно, ещё рекламы игр. То есть вот Beyond Good Unable, я его показывал во втором выпуске своей коллекции на PlayStation 2. Spring Tercella, Charles Theory. Я вообще не показывал, у меня этой игры нету, я даже в неё не играл. И, соответственно, вот Питер Джексон, King Kong, The Official Game of the Movie у меня есть, но, по-моему, пока я ещё не показал её ни в одном из выпусков. Значит, следующая игра, тоже из той же посылки от подписчика, это Primal. Самое, что, значит, интересно, это именно эксклюзив, он полностью на русском языке. Вот я покупал его себе на PlayStation 4, но там он на английском. Значит, что интересно, мануал у этого Primal на такой матовой бумаге сделан, то есть не глянцевый. И здесь, значит, есть такая вот интересная особенность, что далеко не последних актёров отечественного дубляжа позвали её озвучивать. Ну, то есть, например, Джен, главную героиню, озвучивает Елена Соловьёва. То есть Дмитрий Матвеев, уже на непокойной, озвучивает Скри, то есть напарницу главной героини, вот такую горгулью. Значит, это у нас второй главный герой. Соответственно, есть даже вот Александр Леньков. Ну и другие такие вот ветераны дубляжа. Что произошло? Эй, ты кто такой? На костлявый ты не тянешь. Коротковат. Ты ещё не мертва, но если не успокоишься и не выслушаешь меня, то скоро будешь. Меня зовут... Можешь называть меня Скри. Меня послали найти тебя, объяснить тебе нечто крайне важное и заручиться твоей поддержкой. Ну, Скри, я рада, что не умерла. Но объясни мне, как тогда получилось, что я смотрю на себя со стороны? Меня это пугает до чёртиков. Там лежит твоё материальное тело. Сейчас оно лишилось сил и находится на грани жизни и смерти. Оно лишь часть тебя. Другая часть твой дух. Вот это ты и есть. Я освободил твой дух, чтобы мы могли поговорить. Теперь для тебя открыты такие места, которые ты раньше и представить себе не могла. Так. То есть сейчас я... Что-то типа астрального тела? А в сущности, да. А ты кто такой? Я лишь скромный слуга госпожи и твой. Я друг. Тот, кому ты можешь доверять. Теперь ты должна пойти со мной. Немедли. Здесь нам обоим грозит опасность. Ладно. Ты меня заинтриговал. Никогда ещё не была астральным телом. Значит, вот такая игра как 13. То есть, соответственно, я её уже показывал в выпуске. Втором по PlayStation 4. То есть у меня Сиримейк этой игры. Это вот оригинал. То есть давно хотел её поиграть. В принципе, она очень во многом... Игра о Джеймсе Бонде напоминает вот шутеры. Особенно там такие игры вроде... Agent Under the Fire или Nightfire. Вот такой шелшеринговый комиксный стиль. Значит, при всяких выстрелах и там ударах всякие там облачки с текстом появляются, типа бум-бам и так далее. То есть игра, в принципе, прикольная. То есть очень советую её, соответственно, заценить. Но лучше оригинал, чем ремейк. Ремейк, я считаю, очень неудачно он не вышел. Томрайдер Underworld. Соответственно, вот один мой знакомый не верил, что она была на PlayStation 2. То есть он там думал, что вообще были только, соответственно, Legend Anniversary. То есть я ему говорю, что как же Angel of Darkness, а как же вот Underworld. И вот, соответственно, это она и есть. То есть, в принципе, от старшей версии, кроме графических каких-то упрощений, она особо сильно не отличается. То есть где-то уровни там немножко удлинены, насколько я знаю, как компенсация. Но, в принципе, ничего такого интересного я сказать не могу. То есть я в неё немного поиграл. В принципе, отличие от старшей версии, которую я проходил, кроме графики, не заметил. По совету «Старины дача» купил себе игру «Gitway Black Monday». Но это именно английская версия. И, в принципе, что бросилось в глаза. Значит, ну, во-первых, отсутствие субтитров. То есть, например, вот русская версия они были. Оригинальная английская их просто нет. То есть тут вся речь, к сожалению, только на слух идёт. Ну и такой есть момент, тоже любопытный. На самом деле, это вот озвучка русских персонажей. То есть, дач упоминал, что у нас, значит, эти все персонажи на русском языке, вот там, особенно вот русская мафия, специально переразвучивались. Чтоб, ну, скажем так, нормально звучать. Вот. Ну, а, конечно, в... Здесь в оригинале они гораздо забавно звучат. Вот в лучших традициях такого фильма, как «Красная жара». Что будет с нашей страной? Прямо, как в старые времена. Мы же ни в чём. Не виноваты. Какие ваши доказательства? Ну и... Ему подобных. То есть, их, конечно, слушать это очень весело. И можно прямо на цитаты разбирать. Значит... Следующая игра — это Great Battle Rome. Про неё особо мало чего могу сказать. То есть, это достаточно такой непопулярный жанр на втором PlayStation. То есть, это RTS, Real Time Strategy. Посвященный Древнему Риму. То есть, ну, здесь у нас, насколько я помню, никакого строительства нет. То есть, только военные компании. Значит, при этом у меня есть версия этой игры на PSP. Ну и просто купил её на PlayStation 2. То есть, если мы внимательно посмотрим название, здесь у нас именно The History Channel Great Battles of Rome. Такое полное название. Значит, вот такой интересный экземпляр. То есть, это Зина Marriors Princess. Или, соответственно, Зина Королева Воинов. То есть, была игра и на PlayStation 2. Тоже, кстати, в жанре экшена от третьего лица. Вот как и на PlayStation 1. Но, тем не менее, вот эта игра выходила в 2006 году. В честь чего, кстати, непонятно. То есть, я не помню, что в этом году там какое-то переиздание телесериала было. Или ещё что-то. То есть, самое, что интересно, вышла она только в Европе. И, честно говоря, игра сделана очень халтурно. Тут даже нету озвучки персонажей. Только какие-то отдельные фразы. То есть, опять же, каким-то текстом идёт. Враги могут прямо этот... В воздухе над головой Зинарис, соответственно, респаниться. И, в принципе, управление такое достаточно тугое. В принципе, игра где-то так проходится. Я не знаю, тут за час, за полтора максимум. То есть, тут где-то шесть уровней, плюс седьмое битва с боссом. И, собственно, всё. Так что... Как бы, для кого, зачем и почему в 2006 году её только для Европы выпускали, для меня загадка. То есть, та же самая игра на PlayStation 1. Прословие того, что такой относительно низшего игрой была. Сделано гораздо лучше по всем параметрам. То есть, в общем, её, несмотря на такую вот как бы бюджетность, несмотря на то, что даже тут в CGI-заставках 3D-модельки используется из самой игры. Тут даже никого из актёров сериала сюда не позвали на озвучку. Вот. Это всё-таки такой прикольный доисторический слэшер. То есть, до эпохи Дилл Мэйкрая максимально разнообразный. Здесь же достаточно такая однообразная совершенно неинтересная игра. Но подробнее вот про все эти игры, я надеюсь, рассказать в видео или серии видеороликов. Соответственно, про Зену, который, я надеюсь, весной сниму. Там мы про это всё подробно более поговорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА